Мировые цены на нефть в понедельник предпринимают попытки роста. Военные действия в Ливии и забастовки в Ираке могут привести к резкому сокращению объемов добычи черного золота. Национальная армия Ливии блокировала экспорт нефти из ряда портов страны. Местная нефтяная корпорация объявила чрезвычайное положение и сообщила, что частичное прекращение экспорта нефти приведет к снижению объемов добычи на 800 тысяч баррелей в сутки. Эта новость способствовала росту цен. Котировка Brent в начале торгового дня поднялась в район 65,60 долларов за баррель, затем немного откатилась вниз. Техасская WTI торгуется с повышением на уровне 59,10 долларов за баррель. Данный фактор может иметь ограниченный эффект, так как объемы экспорта нефти из Ливии не так велики и значительны для мирового рынка. Впрочем, Ливия – это всего лишь часть проблемы. Тревожная обстановка на Ближнем Востоке может обернуться срывом поставок и из других стран. Вот тогда рынок нефти даст более внушительную реакцию. Ирак в воскресенье временно остановил добычу на нефтяном месторождении Аль-Ахдаб из-за забастовки рабочих. Поскольку протесты усиливаются под угрозой закрытия в понедельник находится месторождение Бадра. Рубль открыл день уверенным ростом. Дорожающая нефть играет на стороне российской валюты. Пара USD-RUB снижается, расположившись в районе отметки 61.55. Дальнейшая активность курса может быть незначительной из-за предстоящих назначений в российский Кабмин. В ближайшие дни «россиянин» будет рассчитывать на поддержку налогового периода, пик которого придется на 27-28 января. Кроме того, повышенная активность экспортеров может нивелировать негативный эффект для рубля от валютных интервенций Банка России. Учитывая дальнейший рост цен на нефть и продажи экспортной выручки, российская валюта способна укрепиться до 60 рублей 90 копеек за доллар.